здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами будем вязать одежду для собак ну а кто захочет шить почему бы и не шить первое что нужно сделать это естественно как одежда для нас снять мерки и от того правильно ли вы снимете мерки со своего любимца будет зависеть как насколько хорошо будет сидеть одежда и так приступаем к снятию лаки детское время уже хочет спать и даже если ваш питомец не умеет ставить выставочные стойки попросите его просто постоять самая основная мерка номер один это мерка длина спинки которая и будет определять основную величину нашей выпалки мерка эта снимается от спадинки вашего любимца между лопаток и до хвостика конечно же ваш питомец во время снятия этой мерки должен стоять у лаки эта милочка составляет 26 сантиметр вторая мерка эта мерка длина шага для этого вам снова нужно попросить вашего питомца постоять даже несмотря на то что детское время и пора спать мерочка это снимается от подмышечной впадинке передней лапки до подмышечной впадины задней лапки собаки или кошки мерка номер три абсолютно зависит от того какое изделие вы хотите связать решить вашему питомцу эта мерочка передней лапы измеряется она от сгиба лапки и до ее длины для длинноногих собак особенно подвижных таких как доберманы доги гончи борзые эта мерочка не должна быть ниже коленного сустава эти собаки очень подвижны и длинная одежда может стеснять их движение и собаки может быть просто неудобно не будет любить носить такую одежду а вообще это мерка зависит от того что именно вы хотите связать по вашей собаке длина задней ноги собаки она также снимается от сгиба задней лапки и также до желаемой длины изделий следующая очень важная мерка особенно для кобельков это размер выреза припуция у кобелей и от этой мерки будет зависеть запачкает ли ваш любимец одежду во время выгула эта мерочка снимается по животику от припуция до впадинки горловины от припуция через животик до впадинки горловины эта мерочка очень важно и ее обязательно нужно учитывать при выкройке для того чтобы ваш питомец не запачкал свою одежду пока будет во время выгула заниматься своими очень важными собачьими делами следующая мерочка очень важно для того чтобы ваш питомец чувствовал себя комфортно в одежде которую вы его свяжете или сошьете и эта мерочка ширина между передними лапками измеряется она между передними лапками улаки эта мерочка составляет 6 сантиметров следующая аналогичная мерочка это ширина животика между подмышечными впадинками по животику между задних лапок это ширина животик измеряется между подмышечными впадинками по животику между задних лапок длина шеи животного важная мерка если вы собираетесь вязать с ветерочек вашей собаки ну либо шить изделие с высокой стоечкой измеряется эта мерочка опять же от впадинки между лопаток по спиночке и до предполагаемой высоты горловины она может быть любой по вашему желанию ну конечно же не выше головы собаки коль мы уже дошли до шеи сейчас мы точно так же как и человеку измеряем окружность шеи окружность шеи эта мерка ничем не отличается от нашей измеряется она в обхват шеи не затягивая сантиметровую ленту на шейке животного улаки эта мерочка составляет 28 сантиметров так же как себе мы измеряем охват талии точно так же и животному тоже измеряем охват талии для хорошей посадки изделия по линии талии для этого нужно поставить животное и выполнить охват животика начиная от подмышечных впадинок задних лапок улаки эта мерочка составляет 33 сантиметра следующая мерочка это охват груди животных измеряется желательно все-таки в положении стойки собаки лакосичка давай еще чуть-чуть постоим хорошо малыш измеряется она под передними лапками подмышечных впадин по грубке эту мерочку мы также не затягиваем улаки эта мерочка составляет 40 сантиметров но здесь я хочу сделать небольшое отступление у длинношерстных собак и у собак с шерстью средней длины эта мерка зависит еще и от длины шерсти собаки потому что если вы выполните облегающий джемпер для длинношерстной собаки велика слишком велика вероятность того что шерстка под одеждой будет сваливаться спутываться и будет иметь потом не очень хороший вид поэтому для собак с длиной шерсти средней длины рекомендуется сделать припуск плюс 5 сантиметров минимально а для очень длинношерстных собак особенно для тех у кого шерстка вообще до пола рекомендуется делать припуски вплоть до 20 сантиметров для того чтобы шерсть под одеждой не сваливалась не спутывалась и имела после снятия одежды красивый ухоженный вид следующая мерочка которую мы будем снимать с этого парня это высота груди животного высоту груди животного да лайки нравится снимать мерки замеряем под впазинки на шейке животного она легко прощупывается пальцами по диагонали до сгиба на лапке и улаки это . составляет восемь сантиметров также очень важная мерочка это окружность передней лапки если мы собираемся вязать нашему любимцу свитер или комбинезон эта мерочка нужна замеряем его лапку в самой широкой ее части для собак с пышной шерстью следует делать припуски в зависимости от того насколько пушистая и длинная шерсть вашего питомца опять же для того чтобы шерсть не сваливалась под одеждой и не спутывалась улаки это мерочка составляет 12 сантиметров и аналогичным образом измеряется охват задней лапки животных животное для этого нужно поставить уложить сантиметровую ленту подмышечную впазинку по задней лапке и выполнить это измерение улаки эта мерочка составляет 17 сантиметров и еще одна очень важная мерочка нужна для того чтобы связать нашему любимцу уютный свитер который будет радовать не только вас но и его это ведь очень важно иначе он просто не будет любить надевать этот свитер очень важно чтобы свитер комфортно проходил через голову вашего животного впрочем как и мы ведь тоже не любим надевать свитера когда они еле втискиваются через нашу голову и животное тому не исключение они очень хорошо запоминают вещи и если им не нравится одевать вещь они не будут ее просто надевать поэтому мы с вами берем сантиметровую ленту и в самой широкой части головы нашего питомца измеряем охват его головы охват головы нужно измерять таким образом чтобы при снятии головы можно было комфортно продеть и даже с учетом прически тогда вашему животному будет комфортно надевать этот свитер и у лаки эта мерочка составляет 31 сантиметр если для нас такие то обязательно захочет вязать носочки для наших любимых малышей особенно если это собака мелкой породы они как известно большие большие морзаки и тогда нам нужно измерить окружность лапки животного это нужно сделать сантиметра просто охватив сантиметр у его лапки и получим 13 сантиметров либо лапку животного можно поставить на лист бумаги и просто очертить карандашиком но конечно же чтобы носочек который вы выполните хорошо сидел на животном и не спадал во время ходьбы обязательно нужно замерить лапку вместе лодыжки если хочется чтобы носочек сидел еще лучше еще плотнее его можно укрепить например завязочками липучками или просто вставить туда эластичную нить очень хорошо на животном будет смотреться шапочка это будет смотреться забавно а для тех кто живет в условиях крайних холодов это тоже актуально и для того чтобы выполнить шапочку для животного потребуется еще такая мерочка как ширина между ушками и естественно эта ширина между ушками замеряется между хрящиками ушей эта мерочка позволит связать комфортную шапочку для вашей собаки и при этом ушки можно будет вытащить наружу и собаке будет комфортно потому что собаки не любят когда их уши прижимают для шапочки для того чтобы связать шапочку для собаки потребуется мерка длина самой шапочки и эту мерку лаке уже надоело снимать мерки мерочка снимается от бровок собаки через голову и до желаемой глубины шапочки шапочка будет дополнительно держаться благодаря тому что будут продеты ушки и будет хорошо завязываться под шейкой также можно выполнить вместо шапочки плотный облегающий капюшон который будет крепиться к джемперу или комбинезону вашего питомца и так как вы уже поняли мы сняли подробные мерки с нашего любимого питомца и сейчас мы начинаем серию мастер-классов вяжем для собак об этой серии нас давно просили наши подписчики ну и также попросили наши любимые спонсоры которые также являются большими любителями животных поэтому подписывайтесь на наш канал следите за нашими мастер-классами уже буквально сегодня ну или может быть завтра вы получите первый мастер-класс по выполнению джемпера на этого замечательного парня и все владельцы йорков по роде стандарт могут в точности повторить то что я проделала в мастер-классе и получить замечательную одежку для своего любимого обожаемого йорка ну а те у кого не йорки или не даже не собаки а например коты тоже могут связать вместе с нами одежду для своего любимца для своих питомцев потому что мы будем подробно строить выкройку основу для нашего питомца и эту выкройку мы опубликуем во всех соцсетях поэтому подписывайтесь на наши группы в соцсетях ссылка под видео и на основе построения выкройки которые вы получите очень подробно вы сможете построить выкройку именно на своего члена семьи несмотря на то что у этих членов семьи четыре лапы они тоже очень любят одеваться вяжите вместе с нами и и и и и и и и и